11 том книги «Открытым оком», вопрос номер 2445. Скажите, что такое братство и сестричество? Какие у них функции в общине? На каких принципах и для чего они создаются? Сколько их может создаваться в общине? Не приведет ли это к обособлению и разделению общины на группы? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не все в церкви равноактивны, а те, кто хочет заниматься миссионерством или послужить в делах милосердия, часто нуждаются в средствах и в более близком общении друг с другом, чтобы мобильно по нужде могли сразу же вступить в действие. В нашей общине ваш последний вопрос был сразу поставлен и разрешен так, что отдельного сестричества нет, а все сестры, члены общины являются членами сестричества. А братья, хотя и пытались создать группу, но у них вдруг вопрос последний вырос в препятствии. Какими полномочиями и кого награждать старшим? Так и идет, что более активные друг другу звонят. Дела более обширные, через звонки подвигаем. Но чтобы образовать тимуровские команды по католическому образцу в виде кланов и орденов, то нам и не нужно, и вряд ли когда будет. Все мы братья, все мы одна семья, чего уж и зря выделять себя. Неофициально, конечно же, есть эта более активная группа, которая и делает все. А остальные могли быть и включены в какой-то официальный круг, но их и это не расшевелит. Где такой Соня, хотя бы и официально был утвержден, но он все равно будет делать только то, чем мы занимаемся и без этой внутрицерковной структуры. Иногда начинают помогать те, кто не высовывался. Иногда отходят на второй план, поженившись. У нас это все так естественно, без официальных церемоний. В большой общине сестричество и братство централизуют и делают более управляемой группу людей в любом деле. Но по смыслу нашего обращения ко Христу мы все должны быть единым братством, единым сестричеством на всей земле. Если же говорить о нескольких группах, то значит или по отдельным узконаправленным работам, или для живущих в разных районах. Библия не знает отдельных групп в общинах, это потом пришло для активизации деятельности общины. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 24 стих. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 6 стих. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Продолжение следует...